Вечер под серебряным дождём Принимаем WhatsApp по номеру 7903-797-6333 Ну и в общем до 19.00 бежим с вами по новостям Давайте из последнего Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев сегодня сделал заявление о том, что США, как он выразился, ведут необъявленную войну с целью уничтожить национальное самосознание и народы Война это ведётся против России и Беларуси Слова Патрушева приводит пресс-служба Совета Безопасности Тот отметил, что Беларусь остаётся неизменным ближайшим союзником и стратегическим партнёром По интерфаксу он приведет цитату Мы укрепляем общую обороноспособность Сообща противостоим внешнему санкционному давлению и попыткам вмешательства в наши внутренние дела Патрушев при этом добавил США ведут необъявленную войну с целью уничтожить национальное самосознание и народы наших стран Сегодня западные политики говорят об этом открыто и указывают в своих документах Ну и, конечно, секретарь Совета Безопасности не мог обойти своим вниманием катастрофу на Каховской ГЭС По его словам, за сутки до произошедшего Украина сбросила воду на Днепрогэс И сделала она это якобы для того, чтобы вызвать пагубные последствия наводнения Пагубные последствия наводнения в данном случае взяты в кавычки Цитата по интерфаксу Подрыв плотины Каховской ГЭС – это очередная спланированная террористическая атака киевского режима Направленная на уничтожение мирных жителей и гражданской инфраструктуры И вот как раз он заявил, что по указанию Киева сутками ранее был произведен масштабный сброс воды на Днепрогэс Находящийся выше по течению Затем нанесен очередной удар по Каховской ГЭС Предопределяя еще более пагубные последствия наводнения Ну, что касается нанесенного удара по Каховской ГЭС Я напомню, что у нас господин Леонтьев, это глава новой Каховки, накануне говорил о взрыве изнутри Это были одни из первых комментариев, когда все-таки подтвердилось, что плотину прорвало Каховской ГЭС Что накануне проходило в рамках Совбеза ООН, где, как вы понимаете, катастрофа на Каховской ГЭС была главной темой обсуждения Я расскажу вам через несколько минут Оставайтесь под серебряным дождем Это вечер под серебряным дождем Итак, друзья, сегодня ночью проходило заседание Совета Безопасности ООН И, как вы понимаете, главной темой обсуждения была катастрофа на Каховской ГЭС К журналистам первым после совещания вышел генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш Который отказался отвечать на вопросы журналистов и выступил с заявлением Гутерриш сказал, что речь идет о, далее цитирую, о монументальной гуманитарно-экономической и экологической катастрофе Добавил Гутерриш, что хотя ООН не имеет доступа к независимой информации об обстоятельствах, которые привели к разрушению Очевидно, сказал генсек ООН, что это еще одно разрушительное последствие российского вторжения в Украину Гутерриш пообещал продолжать гуманитарную деятельность ООН в Украине и помогать нуждающимся Главное, сказал он, я призываю к справедливому миру, соответствующему уставу ООН, международному праву и резолюциям Генеральной Ассамблеи То есть таким образом, делаю вывод я, Антонио Гутерриш в спорах и обменам обвинений российской и украинской стороны Занял украинскую сторону, как и ряд европейских чиновников накануне, мы с вами это обсуждали После этого как раз обсуждение произошедшего перенеслось в Совбез Если вы помните, накануне о созыве Совбеза просили и Украина, и Россия Предоставлено было слово заместителю Генсек ООН по гуманитарным вопросам и координатору по чрезвычайным ситуациям Мартину Гриффитсу Он рассказал о том, что ему известно о положении дел на месте трагедии И заявил, что разрушение Каховской ГЭС стало одним из самых серьезных инцидентов с гражданской инфраструктурой, начиная с февраля 2022 года Также он вслед за Антонио Гутерришем подчеркнул, что ООН пока не имеет возможности получить объективную независимую информацию о причинах прорыва дамбы Но, добавил господин Гриффитс, международное гуманитарное право ясно указывает, что Объекты, содержащие опасные силы, такие как плотины, должны иметь особую защиту Необходимо постоянно заботиться о том, чтобы избежать урона среди гражданского населения и гражданской инфраструктуры во время военных операций После этого выступал представитель России, Небензия обвинил руководство Украины в случившемся Он сказал, что Киев открыто заявлял о готовности подорвать дамбу для получения военного преимущества в прошлом году При этом Небензия сослался в качестве аргумента, он сослался в своей речи на статью The Washington Post В этой статье со ссылкой на неназванного, поставленного украинского военного Рассказывалось, что ВСУ наносили удары из Хаймарс по одному из шлюзов Новокаховской плотины Еще раз, об этом писали в Washington Post со ссылкой на неназванный источник И на эту статью в своем выступлении сослался представитель России Мы предупреждали, сказал Небензия, об этой угрозе международное сообщество и руководство ООН Призывы не были должным образом приняты во внимание В итоге, ощущая свою полную безнаказанность при поощрении западных кураторов Киев решил осуществить свой террористический замысел Это выступление Небензия Он также сказал, что разворачивается дезинформационная кампания в отношении России И настаивал, что речь идет о предпринятой Киевом преднамеренной диверсии против критической инфраструктуры Которая может быть отнесена к разряду военных преступлений или терактов Небензия также назвал две задачи Которые, по его словам, якобы преследуют, значит, Киев Совершив вот эту акцию, как считает Небензия Первая задача Привлечение максимального внимания с целью создания благоприятных возможностей для перегруппировки подразделений ВСУ И продолжение широко разрекламированного контрнаступления, которое явно захлебывается Я цитирую здесь представителя России Вторая же задача Нанесение максимального гуманитарного урона населению обширных территорий Включая Крым Поскольку Северокрымский канал, который снабжает пресной водой полуостров, мелеет Далее выступал постпредукраины Сергей Кислица Он тоже был приглашен на это заседание Значит, и он фактически те же обвинения выдвинул, но уже, как вы понимаете, в адрес Российской Федерации Господин Кислица назвал происходящее, произошедшее на Каховской ГЭС террористическим актом Направленным против критической инфраструктуры Украины Имевшим целью принести как можно больше гражданских жертв и как можно больше разрушений При этом постпредукраины подчеркнул, что акт был спланирован заранее В доказательство он привел ноту российской депмиссии Отвергнув российские обвинения, сказал, что вся аргументация это плод российской пропаганды И по словам господина Кислица, осуществить взрыв на контролируемой Россией территории было бы невозможно Примерно в том же духе выступили представители Великобритании Польши, Латвии Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд заявил следующее В то время как расследование продолжается В любом случае этой гуманитарной, сельскохозяйственной, энергетической, экологической, кризисной ситуации Не было бы, если бы Россия не начала эту жестокую войну против Украины Я привожу цитату по коммерсанту Он добавил, что выход из данной ситуации очевиден Россия должна вывести свои войска за пределы признанных международным сообществом границ Украины Представители Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая Выступили в более мягкой тональности, я бы сказала Так постпред Китая при ООН сказал, что критически важно во время вооруженных конфликтов Соблюдать принцип защиты гражданских объектов Разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции вызывает серьезные опасения В связи с возможными гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями Сказал постпред Китая И он призвал все стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право И прилагать максимум усилий для защиты гражданских объектов и населения Постпред Китая выразил поддержку гуманитарным усилиям ООН По эвакуации населения, по предоставлению необходимой помощи От имени Пекина он призвал к максимальной сдержанности в оценках и действиях Отказу от использования резких слов и жестов Которые могут привести к эскалации конфликта и ошибкам в оценке ситуации Вот так катастрофу Каховской ГЭС сегодня ночью обсуждали в ООН А господин Сальдо, который считается в Рио губернатором Херсонской области Сегодня назвал выгоду российской армии от прорыва Каховской ГЭС Господин Сальдо утверждает, что при этом ГЭС разрушили украинские военные Но вот что он сказал в эфире Соловьев Live Я привожу прямую цитату С точки зрения военной оперативно-тактической ситуации Сейчас сложилась в пользу вооруженных сил Российской Федерации Вся часть, которая ниже плотины и идет от Кенбурнской косы Она по-прежнему непреодолима, топит сразу же на воде А та часть, где остается дно Каховского водохранилища Пройти по нему будет невозможно А вот простреливать его становится намного проще При этом украинской стороне, я еще раз подчеркиваю, по оценке Владимира Сальдо Разрушение ГЭС никаких преимуществ не дает Плюс 7903-797-6333 О каких последствиях катастрофы Каховской ГЭС известно к этому часу Я расскажу вам через пару минут А вы не забывайте присоединяться к видеотрансляции на нашем канале в YouTube Вечер под серебряным дождем Это вечер под серебряным дождем Дарья Гордеева в студии Друзья, до 19.00 напомню Обсуждаем все то, что успело произойти в течение дня И я думаю, что много еще произойдет по ходу движения программы Для этого я слежу за обновлениями Вы можете присоединяться к видеотрансляции на нашем канале в YouTube Продолжим разговор про последствия катастрофы на Каховской ГЭС Кстати говоря, вслед за реакцией европейских лидеров, которая поступала накануне Сегодня также отреагировал на произошедшее президент США Эрдоган, между прочим, позвонил Зеленскому А после этого позвонил Владимиру Путину Расскажу, что там обсуждалось на этих переговорах При этом также вчера, 6 июня, да, правильно Вчера президент Украины сообщал о контрнаступлении на Бахмутском направлении Минобороны сегодня, в общем, фактически, насколько я понимаю Подтвердила это, но сказано о попытках ВСУ прорвать оборону в Бахмуте После этого появилось еще одно заявление заместителя обороны Украины Ну и небольшой экономический блок о том Кому не удалось сегодня договориться с европейскими банками Об обмене с замороженными активами В Казахстане новая биржа отказалась работать с российскими брокерами и бумагами Ну и кто не планирует вступать в ЕАЭС Эти и другие новости мы будем обсуждать с вами уже во второй половине часа Оставайтесь под серебряным дождем Это вечер под серебряным дождем Это вечер под серебряным дождем Меня зовут Дарья Гордеева Друзья, мы продолжаем Напоминаю вам, что есть номер ватсапа, куда мы принимаем сообщения Плюс 7903-797-6333 Ну и видеотрансляция, конечно же, на нашем канале в YouTube Город Голая пристань в Херсонской области Из-за катастрофы на Каховской ГЭС потоплен почти на 80% В некоторых районах вода доходит до крыш По словам господина Недялкова Сегодня власти округа намерены эвакуировать полторы тысячи человек До начала СВО в городе жили 14 тысяч человек Привожу цитату по ТАСС В основной части города примерно на полметра повысился уровень воды Перешла она через объездную дорогу И начало подтапливать соседний пункт молодежный Так он называется В Никополе Днепропетровской области призвали к жесткой экономии воды Об этом заявил глава районной администрации Евтушенко в своем телеграм-канале Друзья, включаем режим жесткой экономии воды Как питьевой, так и технической Написал у себя в телеграме После чего уточнил, что касается этого всего Никопольского района Населенный пункт при этом находится выше по течению Днепра Относительно ГЭС Господин Евтушенко отметил, что власти работают над завозом дополнительных объемов воды Но, тем не менее, он попросил делать запасы Если такая возможность есть Более 70 видов животных из парка Внесенные в Красную книгу Украины и Херсонской области Тысячи особей погибли из-за разрушения плотины Каховской ГЭС Нижний Днепровский национальный природный парк Об этом идет речь Из-за разрушения плотины оказался под водой Большое число животных погибли Об этом сообщил господин Леонтьев Тысячи зверей, которые там находились, конечно, тоже уничтожены Масштабы катастрофы Огромный национальный парк был создан в 2015 году Указом президента Украины Для сохранения, возобновления и рационального использования Природных комплексов Дельты Днепра Ландшафт включает в себя луга, болота, степи, пойменные места Его площадь превышает 80 гектаров 71 вид животных с 32 видами растений Включены в мировой красный список Международного союза охраны природы В европейский красный список Красную книгу Украины И красный список Херсонской области Украинские экологи предупреждали о риске гибели рыбы в Днепровском водохранилище Из-за падения уровня воды при сбросе с Каховской ГЭС А 6 июня жители села Марианское в Днепропетровской области сообщали о массовом море рыбы Агентство УНИАН публиковало кадры большого числа погибших рыб Минздрав Украины призвал местных жителей не пить водопроводную воду Запастись привозной или бутилированной Там объяснили, что на дне Каховской ГЭС могло быть много опасных веществ В колодцах и открытых водоемах на подтопленной территории могли быть химикаты Возбудители инфекционных болезней из кладбища Уборных, мусорных свалок Ну и если вы помните, вчера появлялись сообщения о попадании довольно большого количества машинного масла в воду Что касается международной реакции Премьер-министр Великобритании Риши Сунок заявил, что какие-либо выводы по поводу обстоятельств разрушения плотины Каховской ГЭС сделать рано Об этом он заявил вслед за вчерашними сообщениями главы МИД Великобритании Тот выступил примерно в том же духе Премьер-министр Великобритании Об этом сегодня пишет Телеграф Сказал, что произошедшее изучают британские военные и британские спецслужбы Но я могу сказать, добавил он, что если это намеренное нападение, то оно станет крупнейшей атакой на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны И продемонстрирует новый уровень российской агрессии Нападение на гражданскую инфраструктуру ужасно и неправильно Мы уже видели подобные случаи в ходе конфликта Но пока еще слишком рада делать окончательные выводы Цитату из высказывания Риши Сунока привожу по коммерсанту Эрдоган созвонился с Владимиром Зеленским И во время разговора они обсуждали создание международной комиссии с участием ООН России, Украины и Турции Об этом сегодня сообщили в канцелярии турецкого президента ТАСС приводит фрагменты из этого заявления Президент Эрдоган заявил, что может быть создана комиссия с участием экспертов противоборствующих сторон ООН и международного сообщества, включая Турцию Для проведения обстоятельного расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС В разговоре с президентом Украины господин Эрдоган отметил, что стороны могут использовать такой же механизм переговоров, как в случае с зерновым коридором Добавив, что турецкая сторона готова сделать все в этом вопросе, что в ее силах После разговора с Владимиром Зеленским Эрдоган позвонил Владимиру Путину Интерфакс со ссылкой на Bloomberg передает, что Эрдоган с Путиным обсудили обстановку вокруг Каховской ГЭС И тот предложил Путину помощь в расследовании обстоятельств разрушения Это, собственно, пока все подробности разговора Эрдогана с Путиным, состоявшегося, какие есть к этому моменту Ну и президент Джо Байден прокомментировал разрушение дамбы также Он пообещал, что Белый дом поможет Украине Слова Джо Байдена приводят ТАСС Мы не уйдем, мы собираемся помочь Украине, сказал президент США Отвечая на вопрос журналистов о том, что бы он сказал России после разрушения дамбы Каховской ГЭС Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявлял, что США пока не знают, кто несет ответственность за разрушение ГЭС И сейчас власти США, равно так же, как и власти и спецслужбы Великобритании Пытаются выяснить последствия обрушения плотины Плюс 7903-797-6333 Немного музыки, а после чего мы с вами продолжим обсуждать новости Жду ваших сообщений с комментариями в WhatsApp Ну и, конечно, пользуйтесь чатом в YouTube-канале Серебряного дождя Вечер под серебряным дождем Это вечер под серебряным дождем Дарья Гордеева в студии Накануне президент Украины сообщал о контрнаступлении на Бахмутском направлении Как чуть позже этого заявления передавала Минобороны Российские военные отбили там 4 атаки в СССР Пригожин, напомню, заявлял, что в ходе боев российские войска оставили часть позиции в селе Берховка Которая находится к северо-западу от Бахмута и фактически прилегает к городу Помните, там Пушилин про фланги и сложности на них говорил Но, но в Минобороны эту информацию опровергли И заявили, что населенный пункт полностью под контролем российских сил И сегодня также Минобороны объявило о том, что прорыва не допущена Украинские силы предприняли попытки прорвать оборону российской армии в районе города Бахмута В Минобороны утверждают, что такие попытки в СССР пошли после того Как понесли существенные потери на южно-донецком направлении Это вот с одной стороны заявление А есть с другой стороны заявление заместителя министра обороны Украины Анны Моляр Которая сказала, что армия Украины на Бахмутском направлении перешла из обороны в наступление Я так понимаю, что именно об этой активизации ВСУ как раз вот и говорило Министерство обороны России Отдельно подчеркиваю, что наступательные действия ВСУ под Махмутом были безуспешными Однако вот госпожа Моляр у себя в телеграм-канале написала следующее На Бахмутском направлении наши войска перешли из обороны в наступление За прошедшие сутки имеем продвижение на разных участках Бахмутского направления От 200 до 1100 метров И согласно ее данным, российские вооруженные силы на Бахмутском направлении перешли в оборону Чтобы удержать занимаемые позиции Плюс 7903-797-6333 В Евросоюзе, в общем, Евросоюз фактически сам себе дал право вводить санкции против любых крупных бизнесменов России Подробнее с этой информацией я познакомлю вас чуть позже Это вечер под серебряным дождем Это вечер под серебряным дождем Друзья, впереди у нас такой околоэкономический блок Относительно расширения критерия для введения блокирующих санкций против российского бизнеса От Совета Евросоюза Узнали журналисты Кому не удалось договориться с европейскими банками об обмене заблокированных активов Обязательно расскажу Некоторые подробности Вчера появилось сообщение о том, что Госдума хочет, как сказано было, поправить законодательство о передаче религиозного имущества Какие подробности есть к сегодняшнему дню Что происходит с табличками Последний адрес Это проект о жертвах Посвященный жертвам сталинских репрессий И, увы, обновленная статистика по погибшим от суррогатного алкоголя Ну и не только эти новости обсуждаем до 19.00 Разумеется, делаем это вместе с вами Плюс 7903-797-6333 А, ну и, кстати, Совет Федерации поддержал законопроект Который, видимо, уже правильно называют законом Об изъятии паспортов Загранпаспортов Со всеми подробностями вернусь в следующем часе Субтитры создавал DimaTorzok